Известный американский специалист в области бокса Джеймс Али Башир, бывший наставник Александра Усика, оценил перспективы Усика в супертяжелом весе. В супертяжелом весе Усику поможет его боксерский IQ и опыт в любителях. Ему предстоит сойтись на ринге с разными противниками, включая тех, кто превосходит его в габаритах и мощи. Джошуа самый сложный соперник для Усика. Это будет очень сложный бой для него, но я думаю, что через несколько лет он будет готов драться с Энтони. Джошуа единственный боец, который я считаю фаворитом в бою с Усиком. Остальных бойцов Александр может побить уже сейчас, включая Паркера и Уайлдера. Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес продолжает подготовку ко второму бою с Геннадием Головкиным, однако некоторые поклонники бокса считают, что его усилия могут быть напрасными. Как передает сайт популярного британского таблоида Daily Star, кадры с недавней тренировки Альвареса стали вирусными в сети и вызвали оживленное обсуждение. В опубликованном видеоролике Канело оттачивает скорость и работу ног, прежде чем начать выбрасывать шквал джеба в спарринг-сессии, однако то, что написали фанаты бокса в комментариях, вряд ли бы его обрадовало. Очень подозрительно, этому парню ни за что не нокаутирует Трипл Джи. Определенно выглядит как другой боец, по сравнению с тем, кто дрался в прошлом году. Третий же просто отметил, с ним будет легко расправиться. Обладатель пояса чемпиона мира в легком весе по версии IBF Роберт Истер-младший заявил, что хочет объединить все пояса и ради этого готов встретиться с Василием Ломаченко. «Я хочу все пояса. Если я хочу драться с лучшими, то мне нужно встретиться с Ломаченко. Если я выиграю, то Ломаченко и Гарсия все равно могут провести бой друг с другом, мне нет разницы. Я буду драться с тем, с кем будет выгодно всего. Я хочу стать абсолютным чемпионом. Я хочу выиграть все пояса». Напомню, что поединок между Гарсией и Истером состоится 28 июля в Лос-Анджелесе на арене знаменитого Барклэйс-центры. Организаторы всемирной боксерской суперсерии напомнили Александру Усику слова, сказанные перед началом всемирной боксерской суперсерии. «Он знал, я стремлюсь прибавить к своему поясу еще три, а также трофей легендарного Мухаммеда Али». Допинг-пробы российского боксера Александра Поветкина дали отрицательный результат. Об этом сообщают источники со ссылкой на письмо из-за ассоциации добровольного тестирования на допинг. Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что его клиенты экс-чемпионы мира Кэл Брук и Амир Хан хотели бы провести поединок с чемпионом мира по версии WBA и регуляр в полусреднем весе Мэнни Покяо. План состоит в том, чтобы Брук провел поединок в сентябре. Возможно, это будет андеркарт-шоу Джошуа Поветкин. Наша цель – устроить поединок в сентябре как для Брука, так и для Хана. Потом мы планируем организовать им очную дуэль в конце года. Также мы говорили о Покяо. Я общался с Кэллом и Амиром на этот счет. Им нравится идея боя с Мэнни. Субтитры сделал DimaTorzok